родителям ничего покупать не надо ну что же подарить чайник картину бензопилу зачем он не может не любить лукашенко или даже уважать товарища путина в общем в этот раз без почетного гражданина привет это я андрей богданович и это мой погляд каждую неделю просматриваю кировоградский интернет и комментирую то что мне понравилось или не понравилось и это мое личное мнение и это до дисклеймер и на этой неделе народный депутат от слуги народа олег воронько подался в валютчики степан сапюк поддержал зверство лукашенко 10 троллейбусов и 70 миллионов кредита для крапивницкого школа областного центра готовы к учебе в условиях карантина ну так считают горсовет смешная и короткая история знаете кто из глав облгос администраций в июле заработал меньше всего да это андрей болонь какой-то ну понятно скажете вы глупо было бы но мне интересно что даже после того как его взяли на взятки в июне он продолжает получать от нас заметьте зарплату очень доброе толерантное на сообщество кстати высокий уровень безработицы в нашей стране еще ничего не значит у нас такие безработные что всем работающим фору дадут ну в общем помните одиозного народного депутата от слуги народа олега воронько но тот который признавался что ничего не смысле своей работе и тот который открывал супермаркеты в александрии ну и между прочим тот который декларировал до того как стал нардепом что он безработный и вот каждая декларация нардепа от слуги народа это же шедевр эту декларацию можно на ночь читать вот читать прямо и представлять себя воронько вот что в декларации сохраняет у себя воронько налом 2 миллиона семьсот девяносто шесть тысяч долларов мне интересно в каких купюрах в однодолларовых или как скрутч макдак из утиных историй знаете в монетах него такой бассейн который он просто купается в котором но если вдруг у вас будет или у воронько аллергия на доллары у нардепа есть евро один миллион сто тридцать тысяч кстати из евро тоже можно ну душ принять или мне нравится доллары или евро есть израильские шекели 760 тысяч а есть еще 480 тысяч польских злотых 145 тысяч британских фунтов стерлингов 23 тысячи швейцарских франков и 117 тысяч гривен зачем вот действительно зачем хотя я вдруг подумал что посмотрите как воронько подготовился к кризису у него же все готово к этому пресловутому мировому кризису ну вдруг упадет доллар а у него есть евро вдруг упадут евро у него есть израильские шекели не дай бог что с шекелем есть франки фунты стерлингов гривны и в конце концов ах ты удачливый сукинцы или блин это же схема воронько просто удачный валютчик на рынке просто все менять к нему идут хорошо поделать у него хороший курс кстати а гривня учитесь зарабатывать у воронько он копеечки не пропустит человек до депутатства безработный но не бедный с удовольствием получает компенсацию за аренду жилья в киеве из нашего кстати кармана за 10 месяцев он получил сто девяносто восемь тысяч гривен и кстати это я еще не посчитал девять миллионов гривен у его жены я запутался в этих миллионах вот она сложная тяжелая жизнь украинского безработного и до настоящего слуги народа пока еще мэр александрии степан собек поддержал белорусского диктатора александра лукашенко что плохого что я поддерживал скажите да именно того диктатора чей омон насилует мужчин и женщин травмирует детей убивает активистов и членов окружных комиссий чего-то знать почему можете сам мечтает честно я другого и не ожидал человек искренне влюбленных тоталитарный ссср человек который называет людей которые пришли к нему в 2014 году в горсовет с требованием отставки после революции достоинства он их назвал бандитами но он не может не любить лукашенко или даже уважать товарища путина ну а то что цапюк спит и видит себя то лукашенко то путиным то каллигулой доказывает и факт проверок бизнесмена дилиева и его зеленой усадьбы в александрии дилиев на этой неделе фейсбуке запустил фотографии на них проверка законности это кота никого-то на территории зеленой усадьбы на водных мотоциклах но как пишет сам дилиев это какой-то просто маразм потому что никто там на водных мотоциклах не катается я думаю просто пока еще мэр александрии степан сапюк очень боится проиграть выборы настолько боится что решил заклеить своими бордами всю александрию но блин там уже есть реклама потенциальных соперников или бизнесменов что делать а запретить александрийским рекламщикам рекламировать других об этом кстати пишет своем телеграм-канале андрей лаврусь и тут я понимаю имперские и диктаторские замашки возможно скоро уже бывшего мэра напомню цепика словили недавно практически за ухо когда он школьничал своими бигбордами ну например наклеил свою рекламу на социальную рекламу пожарников из мчс и конечно почти уже бывший мэр очень боится что александрийцы наконец-то выберут себе другого александрийцам крайне важно чтобы их мэр был наконец-то адекватным человеком а пока пока еще мэр александрии проводит конкурсы по благоустройству города и раздает подарки ну что же подарить чайник картину бензопилу кстати хотел посмотреть обращение цепика в связи с днем независимости украины вот думаю наконец-то увижу достижения степана кирилловича то что он сделал для александрии но нет не увидел в ролике почти уже бывшего мэра александрии нет никаких достижений вполне возможно их просто нет в александрии но зато есть дети очень много детей и это я понимаю это по-сталински спасибо товарищу цепь его сталину за наше счастливое детство я надеюсь что степан кириллович цепик обязательно заключает договора с родителями детей и те дают разрешение на съемки если нет то боюсь почти уже бывший мэр нарушает закон кстати ролик посвященный дню независимости вы вряд ли бы посмотрели выходной день такой выходной день на сайте александрийского горсовета они решили что выходной день должен быть и для сайта или просто в александрийском горсовете есть такое правило перед выходными праздничными днями в горсовете выключается свет и вместе с ним сайт в общем как я и мои друзья не хотели зайти на сайт александрийского горсовета мы так и не смогли он не работал возможно черт его суда извиниться перед Александрийцем Делиевым, все были уволены за то, что написали брехню. Я напомню, что Александрийская власть попала на 10 тысяч гривен. Именно за ложь о Делиеве. Но, кстати, продолжают не выполнять решение суда. В общем, если есть дно, то для Александрийского горсовета его нет. В горсовете Кропивницкого состоялась очередная сессия, если коротко, самые громкие вопросы. Первое. 10 новых троллейбусов с автономным ходом для города. Мне это нравится. Чем больше троллейбусов, тем меньше маршруток. А маршрутки я считаю пережитком, потому что работают они по-черному. Напомню, что никто, в принципе, и не знает сумм, которые они там зарабатывают. Это просто какое-то ведро без дна. Второе. Город взял кредит на 70 миллионов гривен, чтобы погасить долги за газ и подготовку к отопительному сезону. А вот тут, как по мне, дело сомнительное, потому что я бы брал, наверное, кредит для того, чтобы изменить всю инфраструктуру коммунальную в городе. Да, это большие, огромные деньги, но, блин, она уже просто не выдерживает, сама не выдерживает и не выдерживает критики. Ну вот, чтобы не рыть, например, на улице Черновула 30 раз за год. Иронично. Ну вот, кстати, как отдавать эти 70 миллионов гривен потом? Это вопрос. И третий, как по мне, неожиданный скандал. Горсовет не смог определить почетного гражданина города. Вариант был один. Это Николай Сухомлин. Это бывший глава облсовета, начиная с 90-го года. Голосов просто не хватило. Те, кто против, аргументировал, что Сухомлин был чиновником и, мало того, какое-то время был чиновником и в советские времена. В общем, в этот раз без почетного гражданина. На этой неделе возле горсовета города Кропивницкий был базар, вернее, рынок. Это я увидел на ресурсе CBN. Продавцы рынка европейский вышли на митинг протеста и митинговали против Онулов. Это, кстати, нынешние владельцы. И в чем же обвиняют одиозных бизнесменов? Так вот, продавцы с европейского рынка в 2006 году выкупили на территории этого рынка магазинчики себе. У них, как они говорят, даже есть квитанции. Но в 2017 году, то есть спустя 11 лет, они вдруг обнаружили, что все, что находится на территории рынка европейский, принадлежит Онулам. Вот они и пошли в суды и под горсовет. Мало того, продавцам еще и отключают электроэнергию и даже заваривают замки их магазинчиков. Вот такая себе рыночная экономика. Продавцы считают, что Онулы это недобросовестные арендаторы и владельцы. Арендную плату с нас просто не берут. Мы приходим, пытаемся заплатить арендную плату. Мы не какие-то там вандалы. Мы не рейдеры. Мы идем все в судовом порядке. Не только же с рынком Онулов такие вопросы. Вспомните, дендропарк. Я помню прекрасный бассейн. Так что бассейн? Это был практически пруд в дендропарке в 90-е. Где он? Что с ними? Там катамараны же ходили. А сейчас что? Ну а по рынку мне теперь понятно, почему там постоянная стихийная торговля. Какой интерес связываться с владельцами рынка, если там могут обмануть? И еще инфа из ресурса CBN. Это уже касается 1 сентября. Ну, во-первых, горсовет Кропивницкого заявил, что все школы областного центра готовы к новому учебному году в условиях карантина. И у меня, конечно же, есть сомнения. Потому что у нас вся страна не была готова к карантину. Потом больницы не были готовы к коронавирусу. И большой вопрос готовы ли сейчас, кстати. Потому что есть перебои с так называемыми коронавирусными деньгами. Есть вопросы к постоянной боли для медиков. Это средств защиты и так далее. Напомню, коронавирусный фонд, который был создан полгода назад, сейчас без тех денег, которые были. Пошли там для МВД или на дороге. Но вернемся к школам. Лариса Костенко, это начальница управления горсовета, заявила, что родителям ничего покупать не надо. Потому как во всех школах в Кропивницком есть антисептики, термометры, бумажные полотенцы. Учителям, по словам Костенко, всем купили маски. Ну, а дети приходят единственное что в своих масках. Это я к тому, что в школах часто продолжаются поборы. Поэтому, если вас, дорогие родители, принуждают к миру, то есть призывают сдавать что-то в благотворительные фонды или на антисептики, в маски и тому подобное, знайте, вы не должны сдавать. Так и говорите. Лариса Костенко сказала, что все есть. Все вопросы к ней. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. Во всяком случае, для народного депутата от Слуги народа Олега Воронько. Пока.